Телеурок Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – задача на нахождение неизвестного уменьшаемого. На уроке мы познакомимся с задачами нового типа, с задачами на нахождение неизвестного уменьшаемого. Все ли готово? Все ли в порядке? Лежат ли на месте книжки, тетрадки? А сейчас поудобнее садитесь. Не шумите, не вертитесь, внимательно считайте, я спрошу вас, отвечайте. Задача на логику. Груша тяжелее яблока, но легче апельсина. Яблоко тяжелее персика, а апельсин легче ананаса. Что легче всего? Что тяжелее всего? Подумайте. Верно, персик легче всего, а ананас тяжелее всего. Назовите сумму чисел 7 и 7. Верно, это 14. Уменьшаемое 14, вычитаемое 8. Найдите разность. Правильно, это 6. Назовите число, в котором два десятка. Молодцы, ребята, это число 20. Увеличить 11 на 3. Верно, в ответе 14. Послушайте задачу. Зайка сушит на веревке два гриба и три морковки. Прибежал хорек, утащил грибок. Съела белка две морковки. Что осталось на веревке? А на веревке остался один гриб и одна морковка. Решим примеры. 30 минус 20 равно... Верно, 10. 10 минус 7 равно... 3. 3. 3 плюс 9. В ответе 12. 12 плюс 6. В ответе 18. 18 минус 9 равно... 9. 9 плюс 10 равно... 19. 70 минус 60 равно... 10. 10 плюс 5 равно... 15. 2. 10 минус 20 равно... 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Плюс 8. Это 68. 68 минус 4 равно 64. 40 плюс 7 будет 47. 47 минус 5 в ответе, верно, 42. Ребята, вы так потрудились хорошо и, наверное, вы устали. Отдохнем немного. Субтитры подогнал «Симон» Отдохнули? Нас с вами ждет задача. У зайки было несколько грибов. Он подарил 4 гриба белке. И у него осталось 5 грибов. Сколько грибов было у зайки? Вспомним составные части задачи. В задаче есть условие. Это то, о чем говорится, что известно. Затем вопрос. Это то, что нужно узнать. Решение и ответ. Составим краткую запись задачи в виде схемы. Подарил 4 гриба. Осталось 5 грибов. Сколько было грибов, надо узнать. Задача простая и решается в одно действие. Прежде чем начать решать задачу, на нахождение неизвестного уменьшаемого, нужно повторить название чисел при вычитании. Это уменьшаемое, вычитаемое и разность. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое. Запишем решение. 4 плюс 5 равно 9 грибов. Ответ. 9 грибов было у зайки. Следующая задача. В вазе стояло несколько тюльпанов. Три тюльпана девочка подарила подружке. В вазе осталось 8 тюльпанов. Сколько тюльпанов было в вазе первоначально? Разберем задачу. Было неизвестно сколько тюльпанов. Подарила три тюльпана. Осталось 8 тюльпанов. Эта задача простая и решается также в одно действие. Повторим еще раз название чисел при вычитании. Это уменьшаемая, вычитаемая, разность. Вспомним правило. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к разности прибавить вычитаемое. Значит, к 8 нужно прибавить 3. Получится 11. Записываем решение задачи. 8 плюс 3 равно 11 тюльпанов. Записываем ответ. 11 тюльпанов. Следующее задание. Поставим знак больше равно меньше. 30 см, 3 дециметра и 5 см, 80 мм и 8 см, 55 мм и 5 см, 70 мм и 8 см. Давайте проверим, ребята, что у вас получилось. 30 см меньше, чем 3 дециметра 5 см, 80 мм равно 8 см, 55 мм больше, чем 5 см, 70 мм меньше, чем 8 см, 50 мм, 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 50 мм. Ребята, давайте подведем итог. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо что нужно сделать? Надо из суммы вычесть известное слагаемое. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо К разности прибавить вычитаемое. Давайте вспомним. Повторим. Один сом равен ста тыинам. Один метр равен 10 дециметрам. 100 мм это 10 см. Один сантиметр равен 10 мм. Сегодня на уроке вы узнали, как решать задачи с нахождением неизвестного уменьшаемого. Мне было интересно делиться с вами своими знаниями. Но мне было трудно, потому что я не видела ваших глаз. На сегодня урок окончен. До свидания, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok